Оля, Иванова, я из Крыма, город Симферополь, мне 23. Все пошло с давних времен. Раньше люди бегали на охоту, теперь не надо охотиться. Теперь надо добывать адреналин какими-то другими вещами. Прыгайте скорее! Вы там все в погоду не считаете? Просто не считайте, что для пищи. Среди кучи людей летаешь. Сначала дискомфортно, а потом вливаешься в общую струю. Это круто. Оля Иванова, Симферополь. Начинающий пилот. Любит экстремальные виды спорта. Сначала влюбилась в Сашу, потом в параплан. Много путешествует с друзьями. Мечтает о маршрутных полетах. Чувства, которые дают осознание, что жизнь не просто протекает мимо, а в этот конкретный момент ты берешь от жизни все, наслаждаешься. Ты просто делаешь то, что не каждый человек делает. То есть ты понимаешь, что ты можешь лететь как птица. Как-то пару лет назад, когда брат меня привел в горы, я поняла, что без этого не смогу жить. И сходили мой Крым весь. Крым это все-таки маленькие горы. Надо двигаться куда-то выше. И вот мы приехали на Кавказ, Сиген. Где горы это прям настоящие горища. Где ты понимаешь, что вот эта высокая гора, взлетаешь наверх, а за этой высокой горой еще гора, а за горами еще горы. И еще горы это просто взрыв мозга. Когда ты подсаживаешься на это, оно потом не отпускает. Запутанная история на самом деле. Первый раз попробовала тандем, с другом полетала. Даже не задумывалась о том, что я буду самостоятельно когда-то летать. Потом в моей жизни появился молодой человек, который меня к всему этому привел. Поднять крыло это было что-то такое просто непонятное, что ты делаешь. Оно тебя не слушается, дергаешь за клеванты. А потом как-то по накатанной все пошло-пошло. И как-то затянуло. Сначала приезжаешь сюда, понимаешь, что здесь, блин, как они здесь летают. Здесь же кругом должен быть, по сути, ротор. Здесь не можно летать, здесь везде. Горы, 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 горы. Как так можно? Потом смотришь, ух ты, летят. А правда, значит, можно. Мой Сашка такой не выдержал. Думаю, да ну нафиг эту толпу. Приземлюсь чуть попозже стартану. А я там выкорокалась, думаю, блин, либо садиться, либо вылазить выше всех. У меня получилось вылезти, выбралась на Зинке. Это здесь был мой первый рекорд на 2000. Вначале, когда я только начинала учиться, все шло очень тяжко, тяжело. Очень много криков, очень много стараний. А потом как-то в один момент щелк, и приходит какое-то осознание, и ты просто уже действуешь. На автомате это уже как будто инстинкты твои выходят. Когда не справляешься с ним, даже как-то начинаешь сердиться. Была и злость, и обида. Для больших мужчин большие крылья, для маленьких девочек маленькие крылья. То есть все в меру сил своих. Девушка и параплан это совместимо, конечно. Просто нужно желание, и все. Что для меня свобода? Свобода это пространство. Это когда ты просто растворяешься в окружении. Растворяешься в мире, который присутствует вокруг тебя. И тебя ничего не держит тот самый момент. Мимолетные какие-то такие ощущения свободы приходят именно в полете. Любовь это как свобода. Полет это свобода. А когда это все совмещается в одно, это просто невероятные чувства. Ты там в небе, вы летите вместе. Там важно подлететь друг к другу поближе, помахать ручкой, там еще что-то покруститься в одном потоке вместе. Это классно. Так оно и будет. Это будет образ жизни. Субтитры делал DimaTorzok Ощущение, ты можешь лететь как птица, но это даже для человека что-то большее. Это просто космос. У меня еще впереди много мечтаний. Полеты маршрутные. Полетел из одного города в другой город, и ты просто как самолет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok